Доброе время, здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем первом вечере советов, которые я провожу. Сегодня меня зовут Ильдар Зинуров, я коуч, психолог, писатель, путешественник, семьянин, муж и отец. Сегодня я вам интересен в качестве своей ипостаси профессиональной, в качестве коуча, в качестве психолога. Моя специализация в коучинге – это отношение человека с самим собой и с другими людьми как следствие. И сегодня я провожу вебинар «Вечер советов». Идея этого вебинара возникла недавно. Я проводил вечер ответов. Вечер ответов мы проводили уже не один, не два и не три раза. А вот вечер советов будем проводить сегодня впервые. Я обнаружил то, что люди, которые мне задают вопросы, иногда интересуются в той или иной форме тем, как им поступить в той или иной ситуации. Конечно, бывает, что человек задает вопрос, и пока он его задает, он уже понимает, что у него не так, например. И для него ценно уже то, что его кто-то послушал. Но в коучинге, в консультациях, в тренинге, на вебинарах – это не совсем мой метод, чтобы просто слушать и кивать. Моя задача – услышать человека и услышать то, что человек сам не слышит, то, что он сам не понимает о себе. Есть та сфера, которую мы про себя знаем и сознаем. Есть та сфера знаний о себе, которые мы не знаем, но подскудно догадываемся. Ее, например, видят наши окружающие люди. Бывает сфера, которую мы про себя и не знаем, и окружающим она неизвестна, и никому. Это сфера глубокого бессознательного, куда никто залезть не может. И есть сфера того, что вы сами о себе не знаете, но то, что в работе со мной, или в размышлениях ваших самостоятельных, или, например, в написании потока сознания, вы можете о себе узнать с тем, чтобы использовать себе на пользу. Идея вечера советов состоит в том, что вы будете мне писать, как я предполагаю, ваши ситуации, а я буду вас читать, слушать, думать за вас и давать вам совет, как поступить. Кстати, это ключевое, корневое отличие психологии классической от коучинга, в частности моего коучинга, потому что психолог, он советов не дает. Психологии, советы психологии не дают еще раз. Я советы даю. Я даю советы, я даю, как правило, советы не общего направления, я даю инструкции к выполнению. Делай раз, делай два, делай три. На третьем шаге посмотри налево, посмотри направо. Если увидишь зеленого крокодила, делай четыре. Если увидишь красного крокодила, делай пять. Потом делай шесть-семь и вот получишь заранее известный, готовый результат, который тебе нужен. Достижение цели или решение проблемы. Я очень долго говорил для того, чтобы дать вам возможность набрать вашими замечательными руками, пальцами на ваших клавиатурах, вашу ситуацию, которую вы хотите, чтобы я рассмотрел и дал вам совет, как поступить. Вебинар он сэкспериментальный, но предчувствуй меня очень хороший, думаю, у нас все получится и будет хорошо. Итак, поехали. Сегодня я вас прошу не задавать общих вопросов, а все ваши вопросы я прошу формулировать вот именно в ключе, как мне поступить, что мне делать. То есть посоветуй что-нибудь, Ильдар. Погнали. Так, тут спрашивают, Лада, можно ли стать самому коучем? Можно, но смотря коучем в чем. Понимаете, и в моем коучинге специализации это отношение с собой и с другими. Но в плане, например, спортивного коучинга я ничего не знаю и мало что из себя представляю, кроме общих фраз. То есть, если вы умеете вязать, то вы можете стать коучем по вязанию, если вы можете решить человеку проблему, то что он не умеет вязать, а вы его научите. То есть, коучинг это всего лишь форма работы, в которой один человек коуч уступает другому человеку помощником в решении проблемы или достижении цели и отвечает за проверяемый результат. Но это уже моя личная добавка. Вот, а чему вы можете учить, какие проблемы вы можете решать, Какие цели вы можете помогать достигать? Это уже вопрос специализации. Это не всегда психология. Не все сводится к психологии, друзья мои. Вы, люди, посещающие мои вебинары и другие вебинары, вы читаете книги, вы развиваетесь. И у всех развивающихся людей в современном мире есть одна очень неприятная болезнь. Они начинают думать, что все сводится к психологии. Психология денег, психология отношений, семейной жизни, психология здоровья, психология спорта, психология карьеры и так далее. Психология. Ребята, психология это только часть жизни. Важная, но это не вся жизнь. Нельзя все сводить к ней. Некоторые проблемы, например, медицинские решаются с врачами, а не с психологами. Хотя, безусловно, есть психосоматика. А если у вас проблемы с карьерой, то вам, возможно, следует пообщаться с хедхантером или с тем, кто профессионально составит вам резюме или отправит на повышение квалификации. Психолог вам в этом может помочь, а может не помочь никак, потому что не все сводится к психологии. Ну ладно, я бы не хотел сегодня, как обычно, углубляться в любимые темы. Давайте, пожалуйста, в вашей ситуации я готов думать и советовать. Так, я быстренько просмотрю чат. Тут спрашивали в перископе, где я читаю чат. На сайте zinurv.ru Я вижу много вопросов, но они не в формате дайте совет. Ольга спрашивает, что делать, если сильная неуверенность в себе мешает перевести желания и планы в реальные действия? Окей. Я вам предлагаю поступить следующим образом. Разберитесь в том, как, в ком вы в себе неуверены. Этот совет я уже много раз давал, потому что крайне важно понять именно природу неуверенности. Утверждал и утверждаю со всей ответственностью, не бывает людей уверенных, неуверенных в себе. Бывают люди уверенные в себе, как в ком-то, и неуверенные в себе, как в ком-то. Судя по всему, в вашей ситуации вы в себе неуверены именно как в человеке, который способен перевести свои желания и планы в реальные действия. Но согласитесь, Ольга и все остальные, кто меня сейчас видит в записи, например, или в живую, в онлайне, у вас у каждого есть планы, цели и желания, в которых вы на 100% уверены. Есть планы, цели и желания, в которых вы менее уверены. И есть планы, цели и желания, в реализации которых вы умерены наименее всего, вплоть до глубокой уверенности в том, что они невыполнимы. Я, например, совершенно точно уверен, что я не перепрыгну Гранд Каньон даже на лошади, даже с разбега, даже с большим разбегом. Понимаете? В вашей ситуации важно понять, какие именно желания и планы вы ссыте переводить в реальные действия. А дальше уже можно разобраться с тем, как кто вы в себе не уверены. Второй совет, который я вам даю в вашей ситуации. Зайдите на сайт zemrv.ru и найдите мой вебинар «Свобода и смелость жить без страха успеха». Помимо той причины, которую я вам назвал, вам может мешать также страх, что получится. Может быть, вы не уверены не в том, что вы не сможете воплотить эти планы в жизнь. Может быть, вы не уверены, что будете себя хорошо чувствовать, когда вы реализуете эти планы на практике и исполните свои желания. То есть мешать и останавливать, воплощать в жизнь то, что вы задумали, может также страх успеха. И он может мешать очень сильно. Страх успеха утилизируется вот через просмотр моего вебинара «Свобода и смелость. Жить без страха успеха». Он лежит у меня на сайте zemrv.ru и он лежит у меня на канале YouTube. Полная версия, Full HD. Смотрите, слушайте, скачивайте, просветляйтесь. Два с половиной часа – все для вас. Ольга, вам понятен мой совет? Собираетесь ли вы его исполнить? И как вы думаете, он вам поможет или вам надо что-то еще посоветовать в вашей ситуации? И давайте договоримся. Надеюсь, вы приготовили все ручку бумагу. Если у вас вдруг возникнет какая-то мысль по ходу общения со мной, пусть и виртуального, пусть даже заочного, пусть даже если вы в записи смотрите, вы, пожалуйста, обязательно зафиксируйте эту мысль. Вся моя работа построена на том, чтобы помогать вам осознавать то, что вы и так знаете. То есть удаленно я могу это сделать. Ваша задача – просто фиксировать то, что у вас появляется. Обдумывать, оценивать эти мысли будете потом. Сейчас пока просто зафиксируйте, иначе забудете и потом хрен вспомните. Это, кстати, справедливо для любых моих вебинаров. Игорь спрашивает про отдых. Тем, кого интересует отдых, сайт zenurv.ru, либо мой канал на ютубе, тоже zenurv.ru. И там видеоролик, посмотрите. Отдых не должен быть наградой за труды. Так, и все-таки прошу, остальные все вопросы формулируйте в качестве ситуации, как поступить. Так, Ольга поняла, спасибо. Пожалуйста, если вам тоже ценно то, что я сказал, когда я отвечал на вопрос Ольги, возможно, вы тоже для себя что-то полезное извлекли. Ставьте восклицательные знаки в чат, ну или лайки в перископе. Чтобы я знал, что эта информация также полезна не только тому, кто ее запрашивал. Так, читаю следующий вопрос, ситуацию. Николай спрашивает. Хочу радоваться каждому дню, но разные жизненные обстоятельства мешают. Что делать, как себя на этом настроить? Лично я глубоко убежден, что человек не должен радоваться каждому дню. Когда я говорю «не должен», я не имею в виду, что он каждый день должен страдать. Но я со всей ответственностью заявляю, что человек, он не создан для постоянного счастья, для постоянных переживаний позитива и для постоянного переживания радости. Это неестественно. Если человек постоянно меняет, постоянно находится в каком-то одном состоянии, неважно, это вечно негатив, грусть или наоборот радость, ай-яй-яй, балалайка, все хорошо, это не норма. Это уже очень серьезный клинический признак шизофрении некоторых типов ее. Здоровый человек, а я к вам всем отношусь как к здоровым людям, то есть я исхожу из того, что I'm okay and you're okay, со мной все в порядке и с вами тоже. Здоровый человек, он естественным образом постоянно пребывает в смене состояний. Причем это происходит много-много раз за день, за час, за минуту, за секунду. И заставлять себя радоваться каждому дню, ожидать от себя, что каждый день я буду радоваться, ставить себе претензии за то, что вот сегодня я, сука, не порадовался этому дню, и завтрашний, похоже, меня тоже не обрадует. Это заранее сделать себе еще одну мощную причину для невроза, для переживаний и для претензий к самому себе. Я вам советую посмотреть мой видеоролик, который называется «Счастье искать не нужно, оно вообще не нужно». Проверьте. Человек не создан для постоянного переживания одних и тех же эмоций. Мы постоянно меняемся в своем состоянии. Самый депрессивный человек периодически радуется. Самый радостный периодически грустит. Это нормально. Ненормально заставлять себя постоянно улыбаться сквозь слезы или через не хочу и не могу. Я вам советую, во-первых, осознать этот факт, а во-вторых, разобраться с теми разными жизненными обстоятельствами, которые мешают так, чтобы они вас не напрягали. То есть, если вам не нравится ваша машина, помойте ее или почините, или поменяйте на другую машину или на самокат. Если вас не устраивают ваши отношения, измените то, что вас в них не устраивает. Ну или поменяйте партнера или партнершу. То есть, во-первых, не ждите от себя или от кого-то другого, что вы или кто-то другой будет вечно радоваться или испытывать постоянное счастье. Это миф, это ересь, это очень жестокая наебка всего человечества, потому что мы ждем, что мы будем постоянно счастливы со своим человеком родным, со своей работой идеальной, со своим любимым занятием или в том месте, куда мы переехали в надежде на то, что хоть здесь-то я буду счастлив или счастлива. Мы можем пребывать большую часть времени в позитиве, но это не будет яркий, большой, сильный позитив и это никогда не будет 100% времени без перерыва. Почему? Посмотрите мой видеоролик. Счастье искать не нужно, оно вообще не нужно. Проверьте. Я его снимал в Москве в прошлом году. Я думаю, что он вас просветлит. Советую вам, Николай, два таких совета. Первое – осознать. Второе – разобраться с теми жизненными обстоятельствами, которые мешают, чтобы они не мешали. Но не ждите, что это сделает вас радостным и счастливым. Взамен этих жизненных трудностей появятся новые, и это нормально. Не проблема иметь проблемы, друзья мои. Проблема – это когда у вас проблемы одни и те же годами. Вот это значит, что вы в болоте и не развиваетесь. То, что вы уже здоровый 40-летний лоб, но до сих пор еще не сдали программу за 8 класс. Вот. 30 лет – одна и та же проблема. Не могу перевестись из 8 класса. Вот это проблема. А достичь какого-то уровня, где ты постоянно радостный, где ты постоянно счастливый, где у тебя нет никаких проблем и забот. Нет, такого нет. К счастью. Пока мы живы, всегда есть куда расти, куда развиваться, с чем бороться, чего достигать, что преодолевать. Кому-то суп жидковат, кому-то жемчуг мелковат. Я уже много раз рассказывал эту историю, про то, что некоторые мои клиенты обращаются ко мне больше, чем в один раз. Многие мои клиенты решают задачу свою за одну-две консультации. Но некоторые их очень мало. Любят ко мне ходить раз в год, раз в полгода. И рассказываю про одну девушку, которая в первый раз проблемы были в том, что она не мужа, но зато ребенок, и работы нет, и все непонятно. На предпоследней консультации мы решали другую проблему, она вышла замуж, и выбирали, в какую бы страну переехать ей жить. Любая страна стала ей доступна. Поэтому награду за решенные проблемы будем получать новые. И слава богу, потому что всегда будет чем заняться. Николай, вам понятен мой совет? Вы его принимаете? Вы эти советы будете исполнять? Или вы считаете, что они вам не помогут, и вам нужны какие-то другие? Так, и все. Спасибо, да, конечно. Хорошо. Неплохо у нас идет. Еще раз говорю, не задавайте вопросов открытых. Описывайте ситуацию и просите совета, как поступить. Так. Доставят мажоры, подростки хулиганят, при этом смеются прямо в глазах, многочисленные походы к родителям, ничего не дают. Те кричат, что он чадо ничего не делал, наговариваем, как поговорить с родителями. Я вам советую, Женя, осознать одну простую вещь, что у вас есть некое предубеждение к этим детям и к их родителям, потому что если бы вас просто беспокоило их поведение, вы бы не писали о том, что они мажоры. Какая разница, мажор у тебя там в дверь звонит и убегает, хулиганит, или не мажор. Схема действий там и здесь одинаковая. Сделать так, чтобы они этого больше не делали. И первое, что я вам советую, это осознать, что есть у вас некое внутреннее предубеждение и, возможно, некий внутренний страх и некая внутренняя безысходность в связи с тем, что они мажоры, значит, дети богатых родителей, значит, заранее все бесполезно, но сидеть с мажорами не могу, поэтому я сделаю имитацию бурной деятельности, особо не рассчитывая на успех, но зато у меня совесть будет чиста и будет, опять-таки, на что жаловаться в будущем, то, что вот мажоры, хулиганы мне мешают жить. Какая разница, мажоры или нет? Я вам советую подумать о том, как бы вы поступили в случае, если бы эти хулиганы не были мажорами. Вот вы совершенно точно знаете, что вот это они не мажоры, то есть изменилось бы ваше поведение или нет. Подумайте об этом и поступите так, как считаете нужным, вне зависимости от того, мажоры они или не мажоры. Если родители говорят, что их чадо такого не делало, ну, не знаю, снимите на камеру, хотя я не представляю, что конкретно они вам такого, как они хулиганят. Если они хулиганят постоянно, установите камеру, запишите их, покажите родителям, или покажите своему участковому, там, где вы живете, и пусть уже он разбирается с этим геморроем. В конце концов, вы платите налоги, и почему бы не обеспечить работой наших стражей правопорядка, пусть выполняют свою работу. Вариантов масса. Но в вашей ситуации я углядел основной ваш затык именно в том, что вот они не просто подростки, они подростки-мажоры. И что дальше? Советую вам два этих совета. Не относиться к ним как к мажорам, и если ваша задача убедить родителей в том, что они хулиганят, запишите на видео. После этого, или параллельно с этим, можете озадачить участкового тем, что вот эти подростки трудные, мешают вам жить, но не знаю, что они там делают. Ну, и напишите заявление. Он не может не принять меры, он не может участковый ваш на это дело не ответить. Существует еще много других разных методов. Их очень много. Околоправовых и еще каких-нибудь. Но я вам предлагаю поступить так, как я вам сейчас предложил. Начните с этого. Думаю, вам этого хватит. Спасибо, вы правы. Такое убеждение, что я ничего не могу сделать, не сделаю, было. Вы хорошо прочитали меня. Я прочитал вашу ситуацию, вас я не читал. Я не экстрасенс. Сегодня у меня была весьма позитивная такая классная встреча. Я встречался с двумя представительницами эзотерических воззрений. И я отношусь ко всем тем, кто утверждает, что они карму видят и ауру чистят весьма и весьма саркастически. В том плане, что можешь докажи, не можешь доказать, значит не можешь. Но так позитивно все прошло. Посидели, чаю попили. Так весело было, классно. Я отвечаю на то, что я вас не читаю, я не экстрасенсы. Это все технологии, здравый смысл, плюс мой опыт как коуча. Я все-таки 14 лет этим занимаюсь. И как человека в целом. Так. Идем дальше. Плюс я очень хорошо знаю, как устроены отношения между людьми и как и сами с собой. У большинства людей больше сход, чем отличий. То есть можно уверенно говорить, что там вот большинство мужчин в возрасте 29-35 лет интересуются тем-то тем-то, что у них такие проблемы, такие-то желания, такие-то цели, такие ограничения. Или, например, у меня есть отдельный пласт моих клиентов, это айтишники. Они очень часто приходят ко мне на такую коуч-программу, как избавление от оценочной зависимости. То есть свобода от чужого мнения. Почему? Потому что изначально люди, у которых есть проблемы с оценочной зависимостью, и у кого есть талант и склонность к айти-сфере, они с удовольствием идут учиться и работать туда, где не придется общаться с людьми. Понимаете? Там, где будет, будешь ты общаться с машиной, и общение с людьми сводится к минимуму. Но с людьми общаться все равно приходится, плюс они хотят строить свою карьеру, свою личную жизнь, поэтому с высокой долей вероятностью можно сказать, что если вы айтишник, если вы живете в мегаполисе, если вы про меня знаете, то, скорее всего, вероятность 10 к 1 у вас есть проблемы с тем, как воспринимают вас другие люди и вероятность 10 к 1 из этой выборки, что вы обратитесь ко мне за свободой от чужого мнения. Это все технологии. Никакой магии, никаких энергий здесь нет. Магия, чудеса, шаманство существуют только в умах непосвященных, в тех, кто не знает, как это делается. Если ты знаешь, то магия исчезает, зато появляются технологии. Так, ладно, я все-таки немножко отвлекся, давайте вернемся к нашему вечеру с советов. Так. Так, с Женей мы разобрались. Так, читаю дальше. Так, Ульяна, я перефразирую ваш вопрос. Моя личная жизнь не складывалась. Я хочу настроить себя на гармоничные отношения с мужчиной. Как настроить себя на это и поверить в то, что у меня могут быть гармоничные отношения с мужчиной? Ульяна, я вам дам несколько советов. Первый совет, просто меня сейчас послушайте. Ульяна, а также все женщины, которые меня сейчас слышат. Неважно, сколько вам лет, неважно, где вы живете. У каждой из вас могут быть счастливые и гармоничные отношения с мужчиной. Каждая женщина, девушка, которая меня сейчас слышала, у вас могут быть гармоничные отношения с мужчиной, независимо от того, какой опыт у вас был до этого. Настройку мы провели. Думаю, моего слова вам достаточно. Теперь технология. Фактически, на что вы настроены, в этом деле не так уж и важно на самом-то деле. Критично важно, делаете ли вы правильные вещи. А правильные вещи заключаются в том, чтобы, во-первых, наладить отношения с собой. Не бывает счастливого мужа у несчастной жены. Не бывает счастливых детей у несчастливых родителей. И наоборот. Я вам советую понять, что ваши отношения с другими людьми – это всегда проекция ваших отношений с самой собой. Это мужчин тоже касается. Если вы наладите, когда вы разберетесь со своими тараканами, со своими проблемами, когда вы очиститесь от всего того геморроя, который вам мешает жить, безотносительно мужчины. Многие женщины совершают такую ошибку, потому что думают, что мне мешает построить отношения с мужчиной. Вот, блядь, все, что тебе по жизни мешает жить комфортно, вот все это мешает тебе построить нормальные отношения с мужчиной и с любым другим человеком. Потому что если ты миришься с тем, что тебе мешает жить, это может быть и, там, не знаю, плохая работа, плохая одежда, не устраивающие тебя перспективы. Все это отражается на твоей самооценке. А от твоей самооценки, от того, насколько ты с собой довольна, насколько ты себя любишь и уважаешь, зависит то, как тебя воспринимают другие люди. Зависит то, хотят ли они от тебя держаться подальше или на расстоянии, или держат на каком-то расстоянии, хотя и согласны общаться. Или же они, наоборот, стремятся к тебе и постоянно хотят сократить физическое и моральное расстояние между вами. Надеюсь, это понятно, потому что это критично важно. Ваши отношения с другими людьми – это отношения человека с самим собой. Проекция этих отношений. Наладьте отношения с собой, я вам советую. Параллельно начните читать книгу Гагена «Занимательная физика отношений», я вам советую прочитать эту книгу. Параллельно можете прослушать мой тренинг, который называется «Четыре причины женского одиночества в современной России». Действует, кстати, не только в России, во всех других странах тоже проверяли. Обратите внимание, у нас, как обычно, сегодня интернациональный состав участников Германия и Великобритания, Украина, Белоруссия, Канада, ну и так далее. Слева, справа можете посмотреть, сколько флагов у нас сейчас смотрят. Где бы мы ни жили, люди везде одинаковые. Ведут себя по-разному, но то, что ими движет, всегда одно и то же. Особенно, если вы говорите о мужчине и женщине. Это всегда по требностям. Название книги, повторяю, Тимур Владимирович Гаген, автор. Книга называется «Занимательная физика отношений». И если АСТ в этом году разродится, выпустит нашу книгу «Сайгуль войс», которая называется «Вместе навсегда». Эта книга написана для женщин, которые живут в большом городе и хотят найти себе пару, то эту книгу я вам тоже советую прочитать. Но до тех пор, пока она не вышла, welcome в личную консультацию, разберемся тет-а-тет. Так, вот такие советы я вам даю. Для начала выполните их. Это не все советы, их больше гораздо, но вот это главное, и начните с этого. Есть у мужиков такая циничная мудрость. Не связывайся ты с бабой, у которой проблем больше, чем у тебя. Вы же тоже хотите отношений не с кем попало, а с мужчиной, который здоров и зарабатывает. Разве нет? Почему-то никто не хочет больных бомжей. Так почему вы думаете, что мужчины будут как-то по-другому смотреть на вас? Самое лучшее, что женщина может дать мужчине, это состояние его рядом с ней. А для этого необходимо очень... Очень важно иметь хорошее отношение с собой. Так, кто задавал этот вопрос у нас? Так, 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 Ульяна, по-моему, да? Ульяна, вы советы услышали, поняли? Как вы считаете? Они выполнимы, вы будете их делать? Я не зря вам это рассказывал. Напишите просто спасибо. Ответьте на мои вопросы. Поняли ли вы совет? Будете ли вы его применять? Как вы считаете, это вам поможет или надо что-то еще? Здесь очень важно и учитывать одну вещь. Вот когда вы болеете физически, вы берете то лекарство, которое вам поможет, даже если оно невкусное. А когда речь касается психологии, отношений с собой, отношений с другими, решений внутренних проблем, переживаний, здесь люди очень привередливы. Они начинают выбирать и перебирать. То есть, этот совет мне не нравится, а вот этот нравится. Почему очень популярные, бестолковые, бесполезные тренинги, бестолковые, бесполезные книги, бестолковые, бесполезные, якобы развивающие шоу, почему они пользуются популярностью, хотя они абсолютно бесполезны? Потому что на концертах личностного роста вам со сцены говорят те вещи, которые, не те вещи, которые вам нужны, которые бы вам помогли, а те вещи, которые вы хотите услышать. И, ну, помните, очень важно, я всем даю совет тоже, всех касается, вкус, помните, что говорил Ильдар Лясович, вкусные лекарства не всегда полезны. А полезные лекарства не всегда вкусны. И когда мы выбираем себе лечение, мы не смотрим на то, болезненным оно будет, приятным или нет. А когда речь касается психологии, люди мало того, что смотрят, приятно им будет или нет, они смотрят еще на то, а это меня развлечет или нет. Мне вот интересно свои проблемы таким путем решать? Или неинтересно, скучно? Развлеки меня, доктор, мне не хочу пилюльку, ты мне еще вот с пояс пляши. Сделай так, чтобы мне понравилось ее есть и было интересно проходить курс лечения. Ребята, проблемы надо решать. Я вам советую вот это запомнить. Решать, а не выбирать то, где... То есть искать надо там, где потеряли, а не там, где светлее. Если вы сегодня из сегодняшнего вебинара советов, хотя бы этот совет, вынесите в жизнь, то есть будете применять, я думаю, что вы станете в миллион раз эффективнее и результативнее, и будет вам больше успеха, чем бы вы не занимались. Потому что есть то, что человек хочет, и то, что человеку надо. Это не одно и то же. Так, давайте будем читать дальше чат. Вот вы пишете много так вопросов, пишите, пожалуйста, вопросы так, чтобы можно было дать совет. Сегодня вечер советов, а не вечер ответов. То есть ситуация и как поступить. Так. Так, перефразирую ситуацию Василисы. Василиса пишет. У меня так много информации по саморазвитию. Пишу конспекты, а из головы часто вылетает. Перечитывать талмуды каждый раз. Как правильно сохранять и обрабатывать полученную информацию по саморазвитию. Так же, как и любую другую. Первое. Я вам советую запомнить то, что любая информация, в том числе по саморазвитию, она должна быть систематизирована. Я, когда посещаю какой-нибудь тренинг или вебинар, я обычно беру всегда отдельный блокнот и записываю, конспектирую все только в него. Так, чтобы не мешать все в кучу, потому что потом хрен найдешь. У меня таких блокнотов очень много. И чем четче структура Вашей информации по саморазвитию, по дипломному проекту, по бизнес-проекту, по наброску Вашей статьи или книги, которую Вы хотите издать, тем лучше. Потому что, если Вы подряд все собираете, то есть закнимаетесь накопительством информации, это Вам ничего не даст. Это может быть Вам полезным только в том случае, если Вы сможете вдруг быстро найти то, что Вам надо. Потому что нетрудно знать много техник, психологических умений, NLP, гипноз, все что угодно. Проблема в том, чтобы в нужный момент вспомнить то, что ты что-то знаешь и умеешь. Поэтому я Вам советую начать с того, чтобы просто систематизировать ту информацию, которая у Вас уже есть. Второй совет, который я Вам даю, это перед тем, как фиксировать какую-то новую информацию, посмотреть, а она мне вообще нужна или нет. То есть, вот это в какой раздел пойдет? Например, недавно приехал к нам великий гуру по гипнозу, ну как недавно, два года назад в Уфу. И мне Алиса, мой соавтор по книге Курамшина, говорит, пойдем, великий гуру, все дела. Я сначала было дернулся, а потом думаю, ну гипноз, ну да, действительно, великий гуру, признанный, авторитет. Да, я могу бы у него там поучиться гипнозу, но я-то в своей работе гипноз не применяю. Мне зачем гипнозу учиться? Ради общего развития? Я уже достаточно общий развит, чтобы еще больше общее развитие набирать. В этом плане я как Шарлок Холмс, то есть тащу в свой чердак только то, что мне интересно или полезно в работе. Если вы молодой человек и пока еще не разбираетесь в том, что вам надо, а что нет, ну разберитесь в этом, а потом уже не ходите на все подряд, а берите только то, что вам пригодится. То есть то, что решает прямо сейчас ваши проблемы, или то, что помогает прямо сейчас вам достичь целей. Ваших целей. Советую вам структурировать информацию, как фиксировать, как угодно. Хотите, пишите рукой, хотите, набирайте на компьютере, хотите, надиктовывайте на диктофон, но структурируйте. Первый совет. И второй совет. Перед тем, как что-то сохранять, убедитесь в том, что эта хрень вам вообще нужна. Вот, например, проходите мой вебинар и записываете то, что вам полезно. То есть, например, если у вас, если я кому-то рассказываю что-то про развод, а у вас даже еще и мужа нет, то, в принципе, вам это фиксировать, возможно, и не надо. Потому что это к вам никакого отношения не имеет. И копить про запас, про запас всего не накопишь. Ко всему не приготовишься. Василиса, надеюсь, я ответил на ваш... Не вот я нашел, а дал вам внятные, понятные советы, чтобы вы могли поступить. Так, я просмотрел чат, очень трудно читать. Давайте так сделаем. Вы, пожалуйста, прямо сейчас... Те ваши ситуации, которые я не разобрал, и на которые я совет не дал, Если вы ответ еще не услышали, и совет, который бы был вам понятен и полезен в вашей ситуации, вы, пожалуйста, сейчас скопируйте заново свой вопрос, свою ситуацию, и еще раз чат, пожалуйста, отправьте. Я буду читать, чтобы не выискивать те ситуации, на которые я еще не подумал и не дал совет. Просто у вас очень много здесь, и я не... Трудно, трудно в чате по слову выискивать. В общем, ага, вот, читаю. Так. Александр, я вам советую подумать, какой совет ты хочешь от меня получить. То есть я вижу вопрос, но я не вижу запроса на совет. Сегодня не вечер ответов, вечер советов, Александр. У тебя интересный вопрос, но, пожалуйста, давайте будем соблюдать формат. То есть, еще раз говорю, прописываете какую-то ситуацию и пишите, что мне делать в этой ситуации. Или что мне делать с этим. А ваш вопрос, безусловно, интересный, но совет на него я дать не могу. Так, Женя спрашивает. У меня страх конфликтов. Не могу или тяжело отстоять свои интересы. Начиная от покупки в магазине, заканчивая отношениями на работе. Этот страх у меня с детства. Как избавиться от него? Конфликты, защита зоны комфорта своей собственной. Это моя любимая тема. Я с нее начинал. Я создал программы антибезотказность. Как говорить? Нет, не чувствуя себя сволочью. Есть модель скрытой угрозы. Есть модель харизмы лидера. Чтобы тебя слушали и слушались. У девяти случаев из десяти. Есть другие модели. Давайте начнем, с чего можно начать, Женя. Первое. Важно осознать, что конфликты были, конфликты есть и конфликты будут. Перископ, пожалуй, следует брать. Потому что везде, где есть люди, везде есть конфликты. Я вам советую даже не пытаться конфликтов избежать. Это не значит, что я вам предлагаю прыгать на всех людей или провоцировать драки и конфликты своим неадекватным или агрессивным поведением. Я просто вам хочу предложить расслабиться и не переживать по поводу того, будет конфликт или не будет. Конфликт будет. Вопрос только в том, с кем, когда и чем он кончится. По поводу избавления от страхов, я вам предлагаю зайти на сайт zenurh.ru. В строке поиска напишите, как побороть страх. Скачайте бесплатный подкаст, прослушайте, проработайте. Поскольку у вас именно с конфликтами проблема, я проводил недавно очень классный у нас получился вебинар, который называется как раз-таки «Как не быть жертвой. Культ силы в современном мире». Начало этого вебинара есть на YouTube. Полную версию можно приобрести на сайте zenurh.ru на условиях «Заплати сколько захочешь». То есть вы можете любую сумму перевести, и вы получите полную запись этого моего тренинга. Сейчас я вам предвосхищаю ваш вопрос, сейчас я сброшу ссылку. Я вам советую проработать этот вебинар. Кроме этого, я вам предлагаю проработать мой вебинар, который называется «Треугольник Карпмана». «Как выбраться из треугольника Карпмана». Это тоже к вам имеет небольшое, но все-таки отношение. И третье, что я вам предлагаю сделать, это пройти антибезотказность. Либо в личной работе со мной, либо в формате тренинга в коробке самостоятельно. Как его получить, пишите мне на mail.sobakazenurh.ru. Я вам инструкцию дам. Вот эти четыре вещи сделайте, и вам станет гораздо легче. После того, как вы все это проделаете, можно будет смотреть дальше. Возможно, вам хватит даже первого совета. Зависит от того, насколько сильно вы боитесь конфликтов. В целом же могу сказать, что, дополнительно вам предлагаю, советую же сегодня даю, советую вам понять еще одну простую вещь, то, что конфликт это всегда не конфликт людей, это конфликт ролей, которые эти люди играют. Я вот думаю, могу ли я сейчас коротко эту концепцию рассказать. Нет, пожалуй, не могу. В общем, пока выполните те советы, которые я вам дал. Советы понятны? Исполнимы для вас лично, Женя? Спасибо, вы лучший. В том, что я делаю, я лучший. Но это не значит, что я лучший человек или лучший мужчина, и лучший. Во всем, во всем, во всем. Просто я считаю, что надо работать с лучшими и самому быть лучшим в том, что ты делаешь. А если ты не можешь быть лучшим в том, что ты делаешь, подумай, в чем ты можешь стать, и занимайся этим. Читаю следующий вопрос. Прочисал книгу Гагина, очень понравилось, как точно определить базовые потребности. Там в книге Гагина есть практикум. Я вам советую, во-первых, прочитать эту книгу еще раз. Вторым прочтением вы откроете больше. Вы увидите то, чего не видели в первый раз Оксана. И второй совет, который я вам даю, это выполните тот практикум, который есть в конце этих глав с описанием потребностей. Кроме этого, можно сделать еще следующее. Просто сравнить потребности друг с другом. То есть, что для вас важнее, секс или деньги? Допустим, деньги. Окей. А если секс или самооценка? Самооценка. И вот мы уже имеем иерархию из трех элементов. Самооценка, деньги, секс. Но здесь также учитывайте то, что потребности очень часто мимикрируют друг по другу. То есть, вы думаете, что хотите денег, на самом деле вам важна безопасность. И ваша потребность – это друг-защитник. И так далее. Поэтому из того, что вы можете сделать сами, советую составить лесенку потребностей раз, советую прочитать книгу Гагина вторым проходом два, и советую вам выполнить практикум из этой книги три. Четвертая вещь, которую я могу вам предложить сделать – напишите поток осознания тематический на тему ваших базовых потребностей. Так, следующий вопрос от Марины. Хочу уйти от мужа, пожить одной. Самостоятельности научиться. Есть ли в этом смысл? Чувствую такую потребность. В первую очередь, Марина, я вам советую определиться с тем, какую именно потребность вы чувствуете. То есть, чувствуете ли вы потребность уйти от мужа, то есть, не быть с этим человеком рядом, жить под одной крышей и так далее. Или у вас потребность в том, чтобы научиться самостоятельности, чтобы вы не вкладывали в это слово. Или вы имеете в виду что-то совершенно другое. То есть, да, однозначно, если возникают такие мысли, у вас есть в чем-то потребность. Я вам предлагаю разобраться в том, что именно это за потребность. То есть, перед тем, как уходить от мужа или давать расписку крови, что никогда от него не уйдешь, определитесь в том, от чего бы вы хотели этим добиться. То есть, что это дает. Какую вашу потребность это закрывает. Вот только после этого будет уже смысл разбираться в том, как конкретно реализовывать тот или этот план. То есть, оставаться с мужем или уходить от него. Марина. Совет понятен. Будете ли вы это делать, будете ли разбираться. Так, тут пишите, что звук подвисает, да? Давайте я попробую выключить камеру, чтобы у вас звук шел чище. Камеру я выключил. Вы меня теперь не видите, но слышите. Стал ли лучше звук? Звук. Есть. Хорошо. А, Марина, да. И еще совет. И прочитайте Гогенскую книгу «Занимательная физика отношений». Так. Читаем дальше. Нравится молодой человек. Как мне точно определить его базовые потребности? Базовые потребности другого человека определяются по его поведению. Раз. И по опросу два. Я вам советую обсудить с ним каждую потребность, которую вы знаете, и посмотреть, что он думает об этом. Так. Идем дальше. Угу. Люди всегда отражают наше мнение о себе или бывают исключением. Мне нужно всегда следить за самооценкой или нет? Если вопрос в том, следит ли вам за вашей самооценкой, то, вы знаете, следи за ней, не следи за ней, а она все равно о себе даст знать. То есть, в том случае, если у вас с самооценкой что-то не в порядке, вы обязательно про это узнаете, не переживайте. Стрессами, неуверенностью в себе, плохими мыслями и так далее. Стоит ли следить за этим? В принципе, если у вас что-то не в порядке в самооценке, да, вам надо за ней следить, вам надо ее выправить. Разобраться в том, что сделает ваше отношение к себе лучше. Советую посмотреть мой ролик, который называется «Как полюбить себя и повысить самооценку». Он в топе Ютуба на моем канале, там больше 70 тысяч просмотров. Выполните те рекомендации, которые я в этом ролике даю. Если с самооценкой все в порядке, то все равно периодически смотрите, все ли с ней в порядке. Хотя нет. Я не думаю, что ваш вопрос возник бы, будь у вас с самооценкой все в порядке. В общем, советую посмотреть ролик и улучшить отношение к себе, сделав что-то, что у вас не заставит, но позволит вам себя уважать больше. Высокая самооценка и уважение к себе на пустом месте не возникают. Так. Я хочу определиться с дальнейшей сферой деятельности. Мне сейчас 21 год, пока движусь в разных направлениях, немного схожих между собой, но в то же время совсем разные, разрываюсь. Пока вам 21 год, я вам предлагаю попробовать различные сферы деятельности. Вот, может быть, те, между которыми вы как раз-таки разрываетесь, как пишете. И уже потом, после того, как у вас наработается опыт вот в этих вот разных сферах деятельности, вы поймете, что у вас получается, за что вам платят и в чем бы вы хотели развиваться дальше. Используйте преимущества вашего возраста и в 21 год вы можете себе позволить пошататься по миру, по городам, по профессиям и попробовать себя в разных качествах. Посмотреть себя и, не знаю, бизнесменам, офис-менеджерам, писателям, поэтам, балалаичникам, программистам. Вот те направления разные, в направлениях которых вы движетесь, я вам советую окунуться в них полностью. Сначала в одно, потом в другое, потом в третье. И уже, когда появится у вас личный опыт, вот на основании этого опыта делать вывод о дальнейшей сфере деятельности. То есть, никто никогда не нашел свое призвание в размышлениях. Без практики реальной деятельности ваши размышления, они бесплодны и бесполезны. Все равно, все надо проверять на практике, когда речь касается того, чем заниматься. Так, надеюсь, вы услышали и поняли мой совет. Так, у нас что-то явные проблемы сегодня с чатом опять начались. Я смотрю, людей выбрасывают из чата. Ну ладно, ничего страшного, сейчас уже добьем. Скоро мы прекратим этот вебинар и пойдем отдыхать. Так. Марина пишет. По Гагину мы с мужем идеально совпадаем, секс для меня не важен, но дети же от него рождаются. Что-то я сомневаюсь, ведь есть природные инстинкты. Я не понимаю ваши вопросы, я не знаю, какой совет вы хотите получить. Спросите другими словами. Так. Александр пишет. Мне постоянно не хватает денег и переживаю по этому поводу. Доход не получается пока увеличить. Мне нужно потребности уменьшить или нет. Александр, я вам советую увеличить ваши усилия по увеличению вашего дохода. Как говорил Лев Толстой, чем хуже положение, тем более усиливай свою деятельность. Если тебе мало денег, так пойди и заработай. Не можешь пойти и заработать, придумай, как это сделать, никуда не ходя. Единственное что, единственный совет, который я тебе дам, Александр, это делай, пока не получится. Вот ты пишешь, пока не получается увеличить. Делай что-то другое, увеличивай его другим способом. Придумывай другие шаги. Не думаю, что тебе поможет что-то другое, кроме этого. Как говорил Зигмунд Фрейд, если клиент не может оплатить мои услуги, у него не психологические, у него экономические проблемы. И если тебе не хватает денег, то да, можно, конечно, пойти по пути сокращения расходов. Но мне очень нравится и вдохновляет такая фраза, как не стоит бояться больших расходов. Не стоит их опасаться и не стоит их избегать. Избегать опасаться и... Избегать, а спасаться следует маленьких доходов. Поэтому предлагаю, советую, придумать, как увеличить тебе твой доход и увеличить это на практике. Задайся пока целью увеличить доход в два раза до конца года. В два раза до конца года. И придумай, как это сделать. Других советов по твоей ситуации я тебе не дам. Так, идем дальше. Надеюсь, Александр, ты меня услышал. Так, 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 так. Что ж такое-то? Вот один звонок на iPhone, и у нас отвалилась трансляция в Перископе, и заодно еще и в MacBook, потому что MacBook также принимает мои звонки в телефон. Так, с Перископерами я, наверное, буду прощаться. Может, не буду. Алло. Алло. Хорошо. Через 10 минут, да? Хорошо, минутку. Параллельно пришел товарищ, с которым мы договаривались, что он придет, но я никак не ожидал, что он придет прямо сейчас. Поэтому пришлось сходить и его пустить. Так. Ладно. Простите за вынужденную паузу. Ко мне там товарищ пришел. Так, последние вопросы, и будем заканчивать. Так, 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 так. Как повысить свою самооценку, но так, чтобы она не падала? То есть, понятно, что делаю что-то хорошо для себя, но сегодня сделал, повысил, завтра то же самое. То есть, прыгаю вверх по одной ступеньке, пишет Вова. Вова, а я тебя хочу спросить, а вот как так вот поесть, чтобы наесться на всю жизнь? А то сегодня я поел, а завтра снова хочу. Я что, прыгаю каждый день на одной ступеньке? Я тебе советую посмотреть на твой вопрос про самооценку вот под этим ракурсом. Я думаю, все встанет на свои места. Ильдар, хочу совместить психологию и приводу аутдор-тренинги. Это актуально? Да, это актуально, но я не понимаю, какого совета вы хотите от меня получить. Так. Ситуация Галины. Отец повздорил с дочерью из-за пустяка, ей 34 года, она с характером, не разговаривает неделю. Как помириться и кто первый должен сделать первый шаг? Никто не должен делать первый шаг, потому что кто хочет, тот и сделает. Общего правила здесь нет. Если вы представляете интересы дочери, я советую вам проработать тренинг мой, который называется «Проблемы взрослых детей в отношениях с родителями». Если вы представляете роль, то есть от сторону отца, я предлагаю вам найти и прочитать книгу Дэвида Лимбермана, которая называется «Как наладить отношения с любым человеком». И я в любом случае вам советую эту книгу прочитать. Там вот именно на тему конфликтов, то есть на тему примирений. Но первый свой совет я вам предлагаю не забывать, то что нету такого понятия, как кто первым должен делать первый шаг. Кому важнее, тот и будет делать. Понятия должен, не должен здесь нет. Так, время на сегодняшний первый вебинар советов у нас вышло, я сейчас заканчиваю. Вопросы по клинической психологии можно? Нет, к сожалению, нет, я не клинический психолог, это не моя специализация. По клинической психологии лучше обращаться в профильное учреждение. Так, сегодня, 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 сегодня мы заканчиваем. Надеюсь, такой формат вам пришелся по вкусу. Напишите мне об этом отзывы. Буду рад и благодарен. Писать можно в ВКонтакте, в Фейсбуке, либо на mail.sobaka.zinurov.ru Если требуются моей личной помощи, персональные советы, а также настройка, то welcome в личную консультацию. В личную консультацию. Сайт zinurov.ru можете подать заявку. И небольшая рекламная пауза для тех, кто из Уфы. Если вы в Уфе, то я сообщаю, что у вас есть возможность на этих выходных встретиться со мной вживую, и мы проведем нетворкинг-встречу для денег. То есть, нетворкинг, направленный именно с целью найти ответ на вопрос, как мы можем друг другу помочь, стать богаче. Детали на моей странице ВКонтакте. И послезавтра не забудьте прийти на вебинар «Негативные мысли и как с ними бороться». Это большой вебинар, я много интересного там приготовил. Тема актуальная, не пропустите, а то будете потом запись просить. Послезавтра, в четверг, 31 марта, последний день марта, сайт zinurov.ru, там найдете информацию, как принять участие, негативные мысли и как с ними бороться. Так, ну, теперь уже все. До свидания, прощайте, будьте счастливы. С вами был коуч Ильдар Зинуров. Пока-пока.